Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В последнее время, мне кажется, я схожу с ума, постоянно разные мысли в голове. Опросы на следующем и будущем, строю разные варианты событий. Чувствую он вымотанный и уставший, нет желания что-либо делать. Постоянно хочется спать, дома кажется, что я лишний, в принципе, как и на работе. Смотрите. Здесь ситуация заключается в том, что вы не живете настоящим. Вы не чувствуете себя в настоящем и происходит своего рода такой отрыв, получается, как бы вот реально что-то. Вот. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд, да. Ситуация вот, она выглядит такой. То есть, вы не живете здесь и сейчас. По большому счету, вы живете только в другом времени. Вот. А в настоящем мы не живете. И, соответственно, это, конечно, вас деморализует. Вне всякого сомнения. Вас это тревожит. Вне всякого сомнения вас это напрягает. Вне всякого сомнения вам это очень-очень тяжело. Кроме того, кроме того, присутствует, как мне кажется, некая такая обесценивающая тенденция. Вот. Вы себя очень сильно обесцениваете. Вот. Вы себя очень сильно как-то вот, получается, гнобите, грубо говоря. Вы себя очень сильно гнобите, грубо говоря. Вот. И, соответственно, это тоже дает очень серьезный такой негативный аспект вам. Вот. Мне кажется, что имеет место быть у вас, ко всему прочему, еще и тревожность. Вот. То есть вы очень тревожны, вы постоянно чувствуете какую-то угрозу себе. Вот. Но сделать, сделать что-либо с этой угрозой вы не можете. Потому что, чтобы с ней что-то сделать, на него нужно, условно говоря, как-то реагировать. Вот. А вы не реагируете. Вы не реагируете, потому что не живете в настоящем. Живете только в прошлом либо будущем, а из настоящего, получается, вы убегаете. Вот. И, соответственно, происходит то, что, условно говоря, можно назвать «знаткнутым кругом». Вот. Отсюда у вас столь, столь серьезное, столь такое вот, ну, тяжелое, я бы сказал, состояние. Вот. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вам для начала нужно прожить все ваши чувства, вот, которые у вас есть, которые вы чувствуете, которые вы ощущаете. Вот. Для начала нужно всех, все их прожить. Вот. Попроживать их всех, их все нужно. Научиться замечать себя, свои эмоции, свои проживания, научиться замечать. Вот. Научиться, научиться это видеть, научиться это выражать и поработать с обесценивающей тенденцией. То есть, это имеется в виду то, что вы себя чувствуете лично. Вот. Конечно, в идеале лучше всего было бы для вас, наверное, обратиться к врачу, к врачу, к врачу-психиатру, вот. Либо клиническому психологу для того, чтобы вам подсказали ваше состояние, да, возможно, назначили бы какое-то лечение. Потому что, да, именно, именно вот психотерапия, да, как, как, как она вот, если она, возможно, возможно вам и будет неэффективна, возможно, я не знаю, зависит от остроты вашего состояния. То есть, если, если качество жизни ваше падает достаточно сильно, если вы чувствуете прям вот, что качество жизни сильно падает у вас, то, конечно, да. Конечно, в этом смысле, в этом случае вам лучше обратиться к врачу, безусловно. Потому что именно врач здесь будет наиболее эффективен и именно врач может прямо здесь и сейчас, да, вам облегчить ваше состояние, точнее лекарство могут это сделать. Вот. Важно только помнить, что лекарства не являются панацеей, что это не решает проблем. Важно помнить, что сама проблема, она, как бы, ну, она остается. Важно помнить, что сама проблематика, она сохраняется, она никуда не девается, да, вот, от того, что вы, там, ну, грубо говоря, принимаете какие-то лекарства, принимаете какие-то препараты. Это только позволяет немножечко облегчить ваше состояние, да, но не на, во-первых, не на все время, да, а во-вторых, ну, как бы, проблему не решать, ну, вот, в такой известной степени, да, это проблему решить вашу не может. Вот. Вот. Поэтому это нужно обязательно учить, вот, если мы хотим вам помочь. Вот. Если мы хотим, ну, чтобы, вот, конкретно у вас все было хорошо. Вот. Что еще немного, 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 немного смущает? Еще немного смущает то, что вы говорите, может, ну, может мне кто-то, кто-то сможет помочь. То есть, такое ощущение, да, что вы здесь занимаетесь позицию жертвы. И, конечно, может быть, ну, безусловно, может быть такая история, безусловно, может быть такая ситуация, что вы отчаялись, например. Может быть такая ситуация, что вы просто уже не верите в то, что вам можно помочь. Но чаще всего, чаще всего, чаще всего, ситуация эта связана немножечко с другими, именно с тем, чаще всего, это, это связано. Что человеку, по ряду причин, да, как-то выгодно находиться, вот, вот, в таком состоянии. То есть, человеку выгодно находиться, он получает с этого какие-то преференции. Я, конечно, ни в коем случае не хочу, не хочу, не хочу ни в чем вас обвинять. Я, конечно, не говорю, что, вот, все это вы делаете специально. Но я хочу быть здесь правильно понятым, обязательно. Вот, потому что, все-таки, задача заключается в том, чтобы вам помочь, а не в том, чтобы, вот, ситуацию как-то усугубить, да, еще больше. Но, тем не менее, тем не менее, вполне возможно, что вы просто-напросто, скажем так, саботируйте любую помощь вам. Вот, вполне возможно, что вы просто будете, будете это все саботировать. Вот, да, потому что, ну, потому что, ну, потому что вам выгодно находиться, вот, в этом состоянии. То есть, вы из этого что-то получаете, например, там, грубо говоря, ну, грубо говоря, можете, например, чего-то, чего-то не делать, да, то есть, поэтому вы можете, что-то себе, что-то себе, ну, что-то себе позволять, позволять, чего бы не позволили бы. Вот, поэтому отдельно, пожалуйста, подумайте на тему того, что я могу с этого получать, да. Постарайтесь подумать, по крайней мере. Вот, что я могу с этого получать, что я могу от этого выиграть, вот. Это очень, очень важный момент, на самом деле, потому, что это будет основным препятствием для вашей, ну, при вашей терапии. Вот. То есть, если мы берем за аксиому то, что помощь вам как-то вот в любом случае нужна, да, если мы берем за аксиому этот факт, если мы берем за аксиому этот факт, этот факт, то, что помощь в любом случае вам нужна, да, вот, то мы обязательно, как бы, говорим о том, чем вы столкнетесь на, как бы, психотерапии. Вот, на психотерапии вы столкнетесь с такой потребностью, с нужностью меняться, вот. И это будет страшно, потому что, ну, любые изменения человеку всегда страшны. Это нормально, в этом нет ничего необычного, ничего необычного совершенно. Ну, вот, но отдельно хочется, отдельно хочется как-то сказать о том, что это же вызывает сильнейшее сопротивление. Вот, чтобы вы, ну, вот, не тратили на это время, да, чтобы вы знали, что так будет. Дальше. Не нужно, как мне, кажется, со своими чувствами вообще бороться. То есть, если вы, например, ну, чувствуете, если вы чувствуете тревогу, да, если вы чувствуете, что вам, грубо говоря, ну, что-то угрожает, да, если вы ощущаете, что что-то вас пугает, если вы чувствуете, что что-то вам, ну, там, грубо говоря, ну, не знаю, не, 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 не нравится, если вы чувствуете, что, что-то вас, ну, как бы нервирует, вот, то худшее, худшее, что вы можете для себя в этой ситуации сделать, ну, что-то, начать это игнорировать, начать с этим бороться, вот, потому что чувства от этого, они никуда не уходят, они, они, ну, как бы с вами остаются все равно, как или иначе хотите вы этого, условно говоря, или нет, вот. И, соответственно, очень важно не мешать своим чувствам. Вот, очень важно не мешать своим чувствам, очень важно, как-то вот, ну, позволять своим чувствам быть, позволять своим чувствам жить, позволять своим чувствам, И тогда вы увидите, на мой взгляд, такую весьма очевидную вещь. А именно, что вообще-то в том, что вы переживаете, и в том, что вы испытываете, нет ничего страшного. Возможно, весь такой самый серьезный страх, самая серьезная проблема, точнее, заключается именно в том, что вы себе запрещаете, запрещаете себе вот переживания, запрещаете себе эмоции, запрещаете себе чувства, говорить, что, ну, условно говоря, у меня их быть не должно, например. Ну, возможно, опять же, только возможно. Дело все именно в этом обстоит. Естественно, я не знаю, как наверняка. Вот. Я сейчас могу только предполагать. Вот предположения у меня такие. Предположения у меня такие сейчас. Вот. И, как бы, вот смотреть, ну, смотреть нужно, на мой взгляд, смотреть нужно именно как-то вот в этом направлении, в первую очередь. Так. Вот. То есть, ну, исследовать. Исследовать нужно именно вот в первую очередь это. А дальше, дальше мы уже, в принципе, можем говорить, ну, дальше мы уже можем говорить о каких-то аспектах, да. То есть, то из чего, ну, почему и так далее. То есть, как это все вот, ну, получается, условно, условно говоря, вот, каким образом это происходит, как вы приходите к своему вот такому, такому состоянию и так далее. То есть, это все в дальнейшем просто раскрывается. Все в дальнейшем просто становится, как бы, ну, более, более понятно. Более понятно, что ли. Вот. Сейчас, как бы, все это довольно расплывчато. Я надеюсь, что вы вот сами понимаете, как бы, что, ну, что расплывчато довольно вы описываете свою проблему. Вот. И не то, чтобы, не то, чтобы вы должны, должны были, должны бы это делать по-другому. Не то. Не то. Совсем не то. Просто для вас лучше будет, если вы все-таки заострите свое внимание на это. Да? Вот вы, грубо говоря, спишите вот о том, что вам разные мысли в голове о прошлом. Вот. Вот что это за мысли? Ну, давайте, давайте, ну, постараемся как-то конкретизировать этот аспект, да? То есть, какие-то мысли. Вот. Что за мысли-то? Ну, вообще. Какие мысли? Вот. О чем мысли? Идет ли речь здесь о неких травмах, может быть, ваших? Идет ли речь здесь о каких-то ошибках, на которые вы себя корите и вините? Да? Как связано это с тем, что вы себя чувствуете лишним? Может быть, когда вы не думаете о том, что было в прошлом, например. Ага. Может быть, в этот момент вы чувствуете себя лишнее, что автоматически подталкивает вас к тому, чтобы как раз-таки вы думаете, думаете, думаете о разуме. Ведь, я думаю, вряд ли вы будете спорить с тем, что, ну, довольно тяжело находиться вот с этим ощущением, с ощущением того, что я лишний. Или лишнее. вот. То есть, ну, в любом случае, да, нужно как-то вот… с этим обращаться. Понимаете, да? То есть, как бы вот… Ну, в любом случае. нужно как-то обращаться с этим. И, соответственно, вы с этим и обращаетесь. Как умеете обращаетесь. Никто не говорит, что вы обращаетесь обязательно плохо или обязательно хорошо. Вы как-то с этим обращаетесь? Просто как умеете. Вот как умеете, да, с этим так и обращаетесь. Никто не говорит, что, там, должны вы обращаться с этим как-то по-другому. Нет. Просто как умеете, так и действует. Вот. Вопрос в том заключается лишь, хотите ли вы научиться, ну, по-другому. Вот. Хотите ли вы научиться иначе просто. Если хотите, если хотите научиться иначе, вот, то вам можно помочь. Если вы хотите научиться иначе, конечно. А если, допустим, не хотите, да, то есть, если хотите просто, вот, чтобы, ну, чтобы кто-то пришёл, да, и что-то, что-то, ну, что-то сделал, условно говоря, для вас, например. Вот. 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 Соответственно. Соответственно, ну, как мне, как мне, как мне кажется, в этом случае у нас возникает проблема того, что вы, как бы, ну, вот, себя не верите. Вот здесь. Вот. 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 Ну, понимаете, да, какая штука. Вот. 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 здесь она вот такая, как мне кажется. И действовать вам нужно, конечно, в первую очередь в этих направлениях, как мне, ну, как мне видится. Вам вне всякого сомнения можно помочь. То есть вне всякого сомнения вам можно помочь, вне всякого сомнения для вас можно что-то сделать. Вот. Вопрос заключается в том, как вы хотите, чтобы это было. Вот. Ну, то есть каким образом вы хотите, чтобы это было. Вот это то, на что нужно обратить сейчас ваше внимание. На мой взгляд, по-вторых, на мой взгляд. Вот. И дальше уже смотреть. Дальше смотреть, как и что можно для вас, ну, для вас сделать. Вот. Так, чтобы вас это... Не знаю, чтобы вас это устроило. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Очень, по крайней мере, я на это рассчитывал. Вот. И, соответственно, обращайтесь. Обращайтесь за помощью. Если... Ну, если у вас... Если у вас есть такое желание, мы вам с большим удовольствием окажем необходимую поддержку, необходимую помощь. Вот. И... я думаю, что у вас может все наладиться. Всего самого доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok